Недавно я прослушал аудиокнигу Александра Балунова «Король и шут между Купчиной и Ржевкой». Книга оказалась такой интересной, атмосферной, а истории про группу такими захватывающими, что я решил поделиться с вами впечатлениями. Меня зовут Лёша Жёлтый, погнали! Конечно, в таких работах один из самых интересных моментов — это молодые годы артистов и первые шаги в мире музыки. Балу хорошо показал этот период знакомства с Горшком, Поручиком, Князем, всякие детские игры с выдуманными фэнтезийными мирами и персонажами, позднее попавшими в сюжет и песен. Через всю книгу тянется нитью «История о дружбе». Александрам было сказано много хороших и тёплых слов об этом. И в какой-то степени, когда закончилась дружба между ребятами, то и закончилась и группа, по крайней мере можно проследить, как личные отношения между участниками группы отразились на творчестве. Пока же молодые Горшок, Поручик, хотя тогда он на барабанах не играл и Балу, знакомятся с таким же молодым князем, обустраивают себе место в съёмной квартире недалеко от Эрмитажа, на миллионной улице за сущие копейки или чуть ли не бесплатные, сочиняют свои главные хиты — лесник, сапоги, два друга и разбойники, король и шут. У ребят постепенно формируется неповторимый и узнаваемый стиль. Каково было мое удивление, когда я узнал, что добрые половины песен с альбомов «Герои-злодеи», как в «Старой сказке», «Бунт на корабле», «Жальнет ружья», «Продавец кошмаров» были записаны в те времена, но по каким-то причинам не попали в альбом «Король и шут» и «Камнем по голове». Балу пишет примерно следующее. «Сочиняли мы тогда одни хиты, стремились довести каждую песню до совершенства. Ничего проходного у нас в альбом попасть просто не могло». Пик популярности группы приходится на начало нулевых. Интересно, что группа отправляется в тур-презентацию «Жальнет ружья», когда сам альбом еще не вышел. Вместе с «Жальнет ружья» ребята продали звукозаписывающей компании альбом «Бунт на корабле», который публика встретила достаточно прохладно, и популярность «Киша» несколько упала. Кстати, в это же время Балу уходит из группы и говорит, что на смену дружеским отношениям пришли чисто деловые. В конце книги перед нами открывается печальная история Горшка. Он попал в очередной раз в алкогольный наркотический штопор и закончилось все так, как закончилось. Признаться, было грустно слушать последние главы книги. Мы панки, мы короли панк-рока. К Горшку и группе «Король и шут» можно относиться по-разному. Кто-то будет восторгаться, кто-то наоборот. У каждого будет свое мнение. В любом случае, «Король и шут» и «Горшок», вернее, образ, который он создал для многих из нас, открыли дверь в мир панк-рока. И когда мы слышим знакомые мотивы и песни, на душе становится тепло. Ведь сколько у каждого из нас связано личных воспоминаний с этими песнями, с нашим детством. И так ли уже важно, панк, «Король и шут» или не панк? Друзья, всем спасибо за внимание. С вами был я, Леша Желтый. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...